Всем привет, девчонки! Сегодня будет видео формата руки в кадре и я хотела сегодня снять видео тег. Я знаю, что вы все любите видео готовой работы и какие-то мастер-классы, ну такого плана развлекательного тоже нужны видео. Ну и для начала я расскажу, что я вяжу, а потом приступим к вопросам тега, который называется вязальные факты обо мне. Значит, вяжу я из пряжи для набору фокешвул. Это бобильная пряжа. Вот, как видим, это у меня остаточек. Решила связать себе повязку на голову. Попробую. Это английская резинка, которая не двухсторонняя. Она с одной стороны вот такая вот, как лицевая гладь, такая альфлая выглядит, а с другой стороны вот английская резинка. Не знаю, никогда не носила повязки на голову с перекрещиванием. Попробую связать. Не знаю, что получится. Не понравится. Дело в том, что у меня сейчас проектов каких-то текущих нет. Я закончила, и вот смотрю, что у меня есть остаточек, чтобы мне связать. Как-то я расслаблена вязальном плане. Я начинаю год. Запаса у меня пряжи особо нет. Есть только остатки и, ну, есть немного пряжи в запасах, но на какие-то полноценные проекты, либо она, либо я еще не вижу ее в каких-то проектах, либо же мне нужно поработать над тем, что я буду вязать дальше, подумать, разработать какие-то модели. Идей много, но работа пока как-то не устаканилась. И вот в начале года я предлагаю начинать год размеренно, чтобы потом в конце или в середине не прошел весь запал. Плавненько, размеренно, но уверенно. Начинаем год. Итак, мое вязание набрано на блоговую нить, так как я хочу потом петля в петлю, чтобы повязка была бесшовная, насоединить изделие, чтобы оно было бесшовным. Вяжу я на спицах номер 4, это пони. Ну и приступно, наконец-то, к вопросам тек. Первый вопрос тека, когда всерьез начали увлекаться вязание. Я начинаю вязать и отвечать на вопрос. Я помню первый раз это было. Моя мама вязала носки. У нас даже еще в школе вязания не было там на уроках труда. Наверное, это был класс, может быть, третий, второй. Она мне сказала, хочешь попробовать? Она вязала такие очень красивые носки, прям шикарные. И высокие, с белыми узорами, там, с шикарным. Были очень красивые работы. И я смотрела, вот как она вяжет. Она мне говорит, давай, я тебе дам, попробуешь связать петельки. Попробуй провязать. Сначала я нервничала, у меня не получалось. А потом мне нравилось. Точнее, мне было интересно. Мне было интересно. Такие красивые работы. Но как-то потом мой азарт пропал. Мама тоже как-то перестала вязать. Это было зимой. В сезон носочки она вязала очень красивые. Для себя, кстати. Моя мама никогда не вязала ни на продажу, ни каких-то таких особо больших, крупных плечевых изделий. И потом мой интерес к вязанию восстановился, возобновился в школе. Это когда на уроках труда мы уже начинали вязать там носки, по-моему, мы вязали. И какой-то детский чепчик, что ли. Я уже точно не помню. Ну и как-то потом я начала вязать для себя. У меня появилась... У нас вообще дома была старая, очень старая. Мне кажется, там в 50-х годах книга. Она, в общем, предназначена для учеников старших классов, средних школ. Там, в общем, кройка и шитьё такие, базовые какие-то знания даны. Мне очень нравилась эта книга. Всё там просто, элементарно написано. Сейчас, конечно, уже много других способов, технологий и так далее. Ну вот, вазу, в принципе, можно оттуда брать. Мне очень нравилась эта книга. И узоры там были по вязанию, и вязание там, как связать кимоно, например, свитер, носки, варежки, шарф, шапку. Такие вот базовые вещи и базовое объяснение правила, как рассчитать петли. Всё такое. Очень мне нравилась эта книжка. Я себе вязала. Потом у меня появились книги с узорами. Потом я поняла, что можно вязать узоры, взяв саму схему и с вязальным журналом. У меня появились вязальные старенькие журналы. Я их то у бабушки возьму, то у мамы там где-то брались. Это я ещё в школе, наверное, класса до 9-го, 10-го. Так я вязала себе билеты, шапки. Потом сестры, помню, вязала сарафан. Носки как-то меня не привлекали особо. С ветров я тогда не вязала. Мама выдала мне какую-то пряжу, которую было не жалко. Потом, чтобы я на ней тренировалась, училась. Я билеты эти, помню, перевязывала сто раз. Потому что то он у меня большой, пока я научилась понимать саму систему, как рассчитывать плотность именно для моей техники, для моей плотности вязания. Я сейчас не помню уже, как я вязала на тот момент. Довольно плотно или рыхло. Но пересчитывала я очень много раз. Я могла связать полизделия, потом я понимаю, что оно просто огромное. Ну, как-то это всё опытным путём. Никто у меня не подсказывал особо, мама. Ну, она выглядела какими-то знаниями. Научить. Я, в общем, всё сама опытным путём познавала. И долго я училась высчитывать. Я никак не могла понять самую плотность. Это сейчас я уже... Потому что это было нерегулярно. То есть я свяжу какую-то шапку, например, себе там, с жаккардом, шарф, может быть, какой-то свяжу. Ну, как-то особо. Мне было интересно, да. Вот по книге это я вязала. Но чтобы постоянно вот что-то вязать. И потом я стала старше. И как-то у меня это вязание, оно ушло. У меня было много других увлечений. Как-то подостылая к этому. А уж совсем серьёзно. Мне кажется, я начала вязать вязание 3 года назад. Вот я как начала вязать с того момента, я не перестаю вязать. Единственное, что мы переехали сюда. И я не взяла ничего со своих инструментов в Чехию изначально. Потому что нужно было брать по минимуму вещей. Полгода я сидела на специальной диете, если можно так сказать. Но потом, вот тогда я начала серьёзно уже увлекаться. Покупать пряжу. Интересоваться хорошей пряжей. Потом я перешла на бобинную. Довольно скоро я перешла на бобинную пряжу. Поняла, что нет ничего лучше, чем бобинная пряжа. Для меня. Но таких результатов, как я получаю бобинной пряжи, не даст ни одна моточная мне пряжа. Ну, такие результаты у меня просто конечный итог. Мне нравится с ней работать по тактильным ощущениям. А главное, по результату и по качеству носки вещей. Ну, это меня уже понесло в другую сторону. Ну, вот прям серьёзно. Три года назад я начала увлекаться. Переходим ко второму вопросу. Какой у вас любимый вид застёжки? Пуговицы, замок или ничего? У меня любимый вид застёжки это ничего. Я очень люблю вязать плечевые изделия. Это джемпера, кардиганы, свитера, пуловеры. Ну, чаще я вяжу не пуловеры, своеобразно говорить, а именно джемпера и свитера. Потому что мне всегда холодно. Либо же это могут быть кардиганы. Ну, вот кардиганы я практически не вяжу. У меня один, если честно, вязаный кардиган. Вот сейчас я думаю, это именно вязаный. И он у меня без застёжки. Так предусмотрено было. Мне так хотелось. Я его таким видела, чтобы носить его. Вот в свежее видео на канале я оставлю ссылку. В правом верхнем углу появится подсказка. Посмотрите, что я вязала в декабре. Связала в декабре. И там в готовых работах в декабре я показываю мой кардиган. И как его я формировала носить. Без застёжки. Такой немножко спойлер. Заходите, посмотрите. Очень классно, просто. Там я использовала и бобинную, и моточную. Я не противник моточной пряжи. Ни в коем случае. Но вот больше люблю бобинную. Потому что я, наверное, так решила для себя. Больше люблю именно такой фабричный вид изделия. Должно быть похоже на фабричную вязку для меня. Это качество. Это уровень мастерства. Ну, в общем, для меня всегда должно быть аккуратно в форме моей стели. А по поводу вот застёжки, всё-таки, если возвращаясь к вопросу, то никакой. Любимый. Я не люблю ни пуговицы, ни замки. Не люблю. В качестве декора можно использовать, например, пуговицы. Но я больше люблю из-за того, что я теплолюбивая девушка. Я люблю, чтобы всё под горлышком, всё закрыто, укутаться, закрыться, чтобы тепло было. Мне всегда нужна шея, поэтому никаких состёжек я не люблю. Следующий вопрос. Какой запас пряжи постоянно находится у вас? Сейчас у меня закидают тапками или помидорами. Практически никакого запаса. У меня могут быть какие-то остатки, например, там... Сейчас, в данный момент, у меня есть одна бобина, остаток и ещё бобинки небольшие тоже. С четырьмя видами пряжи у меня в остатках. Белый махер у меня есть, который я экономлю, можно так сказать. И миксую его с какой-то пряжей. Очень классный. Я как-то брала очень качественный. Остаток от пардигана бордового у меня есть. Вот фиолетовая вот эта вот лавандовая пряжа. Синяя у меня есть остатки с платьями. Там на шапку, наверное, хватит такую хорошенькую пряжу. Эта пряжа у меня для, скорее всего, либо ждёт своего часа, куда-то добавить её, чтобы получить меланж. Потому что пряжа тёплая, хорошая, очень качественная. Либо же для отделки. Поэтому постоянно какого-то запаса пряжи не надо. Ничего плохого в запасах я не вижу, если это какие-то базовые составы и базовые цвета. Они всё, лишь бы было, всё в хомячьи норковые. Собирать и запасать. Вот в этом случае я бротинник. Следующий вопрос. Любите ли вязать регланом или вяжете детали и потом сшиваете? Вот и тут вообще в самое яблочко. От этого вопрос я отвечаю однозначно. Сшивать я не люблю. Поэтому я очень часто вяжу регланом. Реглан мне подходит под мой тип фигуры. Мне нравится, как он сидит. В принципе, и сшивное изделие тоже. Если хорошо посадить, будет сидеть. Но я не люблю сшивать. Но вот последнее моё. Одно из последних изделий готовых работ. Это был кардиган. Он там сшивной. Но там идёт крупная пряжа. Но там идёт довольно крупная вязка. Поэтому особо. И то. Оно не сшивное. А там идёт имитация вточного рукава. То есть я его сразу уже вывязывала из поймы. И не пришивала потом отдельно рукав. Потому что... Нет. Не люблю. Мне не нравится сшивать. Я заморачиваюсь. Не люблю петля в петлю. Там где-то не совпадёт. Это надо всё высчитывать. Я изначально люблю высчитала. Петли подняла. В регланчике. Всё красиво. Следующий вопрос. Спицы на леске или прямые? Нет необходимости я вяжу в прямых чулочных спицах. Я вяжу способом Magic Loop. Даже если это какие-то изделия, которые требуют чулочных спиц. Например, я варежки на двух спицах могу вязать. И шапки я всегда вяжу на круговых спицах. Я больше не вяжу круговые спицы. То есть без проблем я справляюсь. Носки я практически не вяжу. Я вяжу парные рукава. Например, два рукава одновременно на одной паре спиц. На леске. И также я могу вообще вязать на одной паре спиц. Два изделия, я вам больше того скажу. Например, когда у меня здесь была только одна пара спиц. Тройка. Я, например, начала один процесс и другой процесс. То есть я снимаю. Пока вяжу один процесс. Потом спустила вот на леску. Сюда. Но только леску нужно брать длинную. Там метр двадцать, например. Спустила сюда изделие. И здесь я уже вяжу другое изделие. Если это рукава, это просто. Потом просто снимаю это изделие. Рукав на другие спицы, например, на двойку переснимаю. И вяжу без проблем. Потом опять вернусь к тому изделию, которое изначально вязала. Потом опять пересниму. Следующий вопрос. Пользуйтесь счетчиком рядов. Ведете записи рядов в тетради или все в голове? Чаще всего я вяжу джемпера регланом сверху. Мне нужно в основном ориентироваться на размер кокетки по рядам. То есть сколько я делаю прибавок, в каком ряду я делаю прибавки. И у меня все расписано. Например, там семьдесят рядов, допустим. И я отмечаю себе первый, второй, третий, четвертый, пятый. И вот так. В первом ряду, например, я делаю прибавку только по спинке. И во втором я делаю по рукаву, в третьем там не делаю. В пятом делаю по рукаву и по спинке прибавки. Это я все контролирую. Карандашком отмечаю, точечки ставлю, что я здесь уже провязала. Можно двигаться дальше. Я делаю в тетради все. Расчеты по конкретной модели я потом уже после того, как свяжу, переписываю в рабочий блокнот мой с проектами. Скажем так, начисто уже переписываю. А длину я не считаю ряды. Смотря какую длину я хочу, я пишу просто в сантиметрах. Потом делаю себе эскиз, какая длина рукава, какая длина тела, например, по спинке. Точнее изделие. Вот таким образом. Но если я уже переписываю в блокнот, значит у меня есть записи. Значит этот проект для меня. Либо же базовые я буду такие же вязать еще. Записываю для себя шапки, длину, убавки. Как я вяжу, какие шапки. Вписывать не люблю, но надо. Экономить свое время и рационально использовать его. Счетчиком рядов я вообще не пользуюсь. И у меня нет счетчика рядов. Вправляюсь без счетчика рядов. Следующий вопрос. Что больше всего любите вязать? Ну, я, наверное, уже изначально пока рассказывала, дошла до этого вопроса. Я уже на все вопросы, в принципе, ответила. Что я уже сказала ранее, что больше всего я люблю вязать плечевые изделия. Это свитера, джимпера, кардиганы и шапки тоже люблю вязать. Ну, больше вот такие плечевые изделия. Платье спицами тоже. Такие платья, туники такие. И такое, ну, в общем, в стиле casual. Такое универсальное платье, которое можно трансформировать под разные образы. Плечевые изделия больше люблю вязать. Следующий вопрос. Любимый номер спиц и крючка. Ну, на этот вопрос я уже опять, наверное, тоже уже сказала, что больше всего ходовые спицы, это у меня тройка. Тройка. Тройка для меня самая ходовая. Три, три с половиной. Для меня показатель того, что вещь качественная, лично для меня. Это максимально приближенный вид вязаного изделия, ручной работы, фабричная. Плотное полотно, ровные петли и довольно мелкая вязка. Мне нравится. Вот я вообще люблю поковыряться с мелкими спицами. Конечно, процесс довольно длительный получается на таких мелких спицах. Вообще, я крючком не очень люблю вязать, но если я что-то вяжу крючком, то это тоже приблизительно два с половиной, двух до трех крючок. Следующий вопрос вяжите по журналам, книгам или предпочитаете свои или схемы с интернета. То есть, свои схемы или схемы с интернета. Я вяжу вообще, ну, у меня есть, например, я люблю вязать анонимический реглан, я его высчитала для себя. И могу подрегулировать, например, под другой размер. Ну, есть такая вот базовый шаблон, например, расчетов, да, но все равно в каждом случае на определенные параметры нужно все равно делать пересчет индивидуально, потому что это анатомический реглан. Есть стандартная схема, всем известная реглана. Там все просто вообще. Модель я люблю больше базовые модели. То есть, ну, это стандартная, я не знаю, откуда это. Это просто базовая, простая модель. Если брать узоры, например, то узоры я люблю больше. Ну, в интернете я вдохновляюсь. Или же в книгах тоже, если есть подходящий узор. Но чаще всего, конечно, в интернете сейчас такое обилие. Я вообще очень долго выбираю узор, потому что у меня вот нужно отвязать, если я вяжу что-то с узором, нужно отвязать обязательно образцы. И чтобы у меня вот прям совпало ожидание и реальность, вот как пазл сошелся, понимаете. Я вижу, например, узор, мне нравится узор. Но я его вижу именно потом, когда я вяжу в этой пряже, и я понимаю, что это не то. Вот конкретно с этой пряжей не то, некрасиво. Не стыкуется у меня мое видение. Я очень могу перевязать 5 образцов, 6, 10 могу связать, пока у меня не сойдется вот то, что я бы хотела получить. Я беру из интернета, пинтерест, может быть, в ютубе где-то какие-то видео вижу. Но я никогда не копирую просто вот какую-то модель. Вообще я всеядна в этом плане могу и под свою схему какую-то переделать, например, как-то подстроить, как мне удобно. Переделать его, что-то добавить, какие-то шишечки или там какие-то ажурчики. Это полет фантазии. Вот как я говорю, если бы я даже и хотела скопировать какую-то модель, связать точно такую же, у меня бы это не получилось. Потому что всегда в процессе работы у меня рождается другая, меня несет в другую сторону. Вот как сейчас я начинаю, ну я с вами разговариваю, а начинаю заодно рассказывать, потом туда переключилась, а потом сказала. Вот так и в работе, понимаете, люди творческие, полет фантазии, ее не остановить. Поэтому, ну вдохновение навести и в журналах, и в книгах, и в схемах с интернета. И свои схемы рождаются тоже. Следующий вопрос. Какую пряжу предпочитаете, бобинную или в мотках? Ну и на этот вопрос я, кстати, не читала вопросы тега заранее, поэтому я не готовилась. Мне кажется, я уже могу сворачиваться. Я уже сказала все до этого. Как я сказала уже, что я люблю бобильную пряжу. Но есть и свои преимущества в моточной пряжи. Сейчас появится подсказка о преимуществах бобильной пряжи. Я рассказываю в этом видео, почему именно я люблю бобильную пряжу. Поэтому на этом долго останавливаться не буду. Если вам интересно. Единственное, что я скажу, что я действительно вот прям... Я была бобильной, только я вязала пряжи. Много есть преимуществ и практически нет недостатков. Если вы раз попробуете бобильную пряжу, даже если вы противники бобильной пряжи, просто чисто ради интереса, вы потом... Сложно будет отказаться от нее. Поверьте, правда. Знаю примеры такие, что девочки противницы были бобильной пряжи. Ой, это надо перематывать. Она такая вот... Такая-сякая ниточка тонкая. Зато потом, как попробовали, это не один пример, я такое знаю. И теперь все. И они вот теперь бобильные только вяжут, потому что лучшая враг хорошего. Следующий вопрос. Ваши первые спицы покупные или самодельные? Мои первые спицы, это вообще были еще и мамы. Made in SSR, спицы, я даже не помню. Ну, покупные, естественно, были однозначные. А какие именно, не помню. Следующий вопрос. Вязали стрикотажные пряжи? Ваше впечатление? Нет, стрикотажные пряжи я никогда не вязала. Но были такие моменты. Но именно какие-то вещи для дома. Для декора дома. Например, коврик какой-то красивый. Я видела в интернете. Очень такое... Не просто вот там разными цветами, а прям вот какой-то узор, как жаккард прям на этих ковриках на полу. Такие вещи меня вдохновляют. А вот сумочки там вот такое, корзинки какие-то... Нет. Мне это не интересно. Обязательно есть такой пряжи. Такие вещи не буду. Ну, однозначно, это имеет место быть. Но для меня... Но для меня это не особо интересно. Не вязала. Может быть, когда-то к этому приду. Следующий вопрос. Первый ваш МК на канале? Как я уже сказала, я не готовилась к этому видео. Но, насколько я помню, первый мой МК это был... Либо узор шишечки. А если... Ну, это касательно узоров. А если вещь, то это была шапка. По-моему, фиолетовая такая, темно-темно-фиолетовая шапка из бубинной пряжи. Мне кажется, вот это был мой первый МК на канале. Это, кстати, была моя первая бубинная пряжа. Начала вязать живя в Беларуси. Попробовала. Открыла для себя бубинную пряжу. Купила с рук остатки пряжи. И связала из нее свитер. Заня Баруфа, а какой артикул я не помню, но 100% на Меренос. Это была темно-фиолетового цвета пряжа. Вот прям такая. И еще у меня... Мне хватило на джейм пирог регланом. И я еще потом связала из нее шапку. У меня остался моточек маленький. Я не знала, хватит или нет. Вязала я в три нити. Представляете, у меня, по-моему, еще осталось там немножко совсем. Следующий вопрос. Вяжите на заказ или только для себя? Я вяжу только для себя. Разматриваю вариант вязания на заказ. Как вариант, только вот можно было бы работать, но это вязать из наличия на продажу, допустим. Есть стандартные размеры, есть возврат. В таком случае, да. Ну, либо же индивидуально тоже, конечно, можно было бы работать, но с этаповатными заказчиками. Вяжу только самым близким, тем людям, которым я знаю, что они предпочитают и что будут ценить мою работу. Следующий вопрос. Что не любите вязание? Распускать, сшивать и так далее. Сшивать, не люблю вязание. Распускать для меня не проблема, потому что я люблю все доводить до совершенства. Я, простите, задрот такой в этом плане. Ну, то есть, если, конечно, более цензурно выражаться, то я перфекционист. Я люблю доводить до совершенства. Но иногда я могу закрыть, конечно, глаза на такие некоторые моменты, которые, если я вяжу, например, для себя или же это не будет заметно, я знаю, там какую-то петельку, что-то там не так провязала, но это не выбивается. На общем фоне, то я не буду перевязывать, конечно. Но вообще для меня распустить не проблема. Не люблю вязание я заправлять кончики. Очень не люблю, поэтому я и из-за этого тоже использую бубинную пряжу. Что еще я не люблю вязание? Не люблю, когда попадаются узлы, прятать узлы. Не люблю. Я люблю вязание, поэтому я не могу сказать. Но вот единственное, что то, что я перечислила, не люблю. А так даже мне в голову ничего не приходит, что я не люблю. Следующий вопрос. Храните этикетки от пряжи. Вообще, у меня очень мало этикеток. Можно сказать, что практически не храню, потому что у меня остаются... потому что я вяжу из бобинной пряжи в большинстве своем подавляющим. Редко используемоточную. И у меня на бобинных пряжах вот здесь есть этикетки. Ну, не этикетки, а наклейка, да? Но какой смысл у меня хранить целую бобину? У меня в блокноте, но в рабочем есть страничка, где я записываю, какие артикулы и какие пряжи, с каким метражом я пробовала. Для того, чтобы хотя бы ориентироваться, какую пряжу пробовала, какую не. Напишите в комментариях, каким образом вы ведете, скажем так, учет того, что... Ну, если вы вяжетесь в бобинной пряжи, какую пряжу вы пробовали. Храните ли образцы ниточки? Я, кстати, не храню. Я просто... Я, ну, на самом деле, еще... Возможно, в будущем эта система не будет работать у меня, потому что я не так много пряжи еще мобильной попробовала. И я еще помню, какая пряжа мне понравилась, какая не понравилась. Следующий вопрос. Любимый цвет пряжи, которым чаще вяжите. Есть любимые цвета пряжи, которым я вяжу. Это... голубой. Хотя я вообще разную пряжу люблю. Но вообще, мои любимые цвета это серый, голубой, белый, сиреневый я тоже люблю. Но у меня, кстати, изделий из него нет. Это у меня не вязала на заказ, кстати, шапку и снуд. Давно уже, мне кажется, года полтора она завязала на заказ. Пряжа отличная просто. Остались у меня остатки. И я вот решила попробовать связать этот рост у себя. Любимые цвета серый, синий, голубой, белый, сиреневый, очень красивый тоже. И возвращаясь к вопросу о хранении пряжи, я хочу сказать, что я постоянно покупаю пряжу под какие-то конкретные проекты. У меня есть проект, я задумывала себя, хочу вот такого вот цвета, хочу из такой-то пряжи, хочу вот такую-то модель. И я уже покупаю количество пряжи и цвет, и состав, тот, который мне нужен. Это вот пряжа сиреневая, лавандовая, она такая красивая. Это единственный, наверное, проект, который у меня, я вообще покупала для себя, хотела себе какой-то такой ажурный, красивый комплект связать, либо же джин-пирог какой-то ажурный, ну, комплект в смысле аксессуары, снуд и шапка. Убрала я 300 грамм, и в итоге у меня пошло это на заказ. И последний вопрос этого тега, никогда не буду вязать, продолжите фразу, никогда не буду вязать. Наверное, я не буду вязать то, что у меня не укладывается в голове. Я не буду вязать то, что, допустим, такая ситуация, представим, что клиент пришел, говорит, я вот хочу то-то и то-то, из вот такой вот такой пряжи, а ты понимаешь, что у тебя в голове не укладывается вообще. Ну, то есть, ты не можешь сформировать себе тот процесс, как это все выглядит. Он тебе говорит одно, потом третье, пятое, вот так хочу, так и так и так. И здесь то-то и то-то, и бантик сверху и сбоку. Но я не вижу перед собой цель конкретную задачу. Поэтому такой проект всегда, скорее всего, будет в пролете, скажем так. Потому что, когда клиент не знает, ты не понимаешь, что вязать, я не возьму с этого проекта. не буду я вязать. И, наверное, на этом все. Вот так я закончу эту фразу. Как видим, немного я совсем продвинулась, но что-то в этом есть. Спасибо всем за внимание. Посидели, повязали. Надеюсь, вы связали больше, чем я. Я вам желаю хорошего вечера. Я вам желаю вдохновения, благодарных клиентам, если вы вяжете на заказ. И до скорых встреч в следующих видео на новом канале. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok